Федеральным законом усилена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. В группе риска водители которых уже ранее привлекали к административной ответственности. Третье такое нарушение обернется уже уголовной статьей, а не очередным крупным штрафом. Федеральным законом 458 30 декабря 2021 года в УК РФ внесены изменения. А именно введена в действии статья 264 2 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишением права управления транспортными средствами. Положениями закона установлено, что в случае нарушения лицом правил дорожного движения, предусмотренных положениями часть 4 или 5 статьи 12.9 КО РФ, а это именно превышение установленной скорости движения транспортными средствами на величину более 60-80 км в час, либо часть 4 статьи 12.15 КО РФ, выезд на полосу встречного движения, либо выезд на полосу, предназначенную для движения травая, лицом подвергнутым административному наказанию и лишению права управления транспортным средством за совершение административного правонарушения, предусматриваем частью 7 статьи 12.9 и частью 5 статьи 12.15 КО РФ. Волечет за собой уголовную ответственность до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. В том случае, если лицо вновь совершит указанное преступление, имея не снятую и не погашенную в установленном порядке судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, то в таком случае санкцией статьи предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. Важно отметить, что в примечании к статье 264 Прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации установлено, что действие настоящей статьи не распространяется на случай фиксации административных правонарушений, работающими в автоматическом решении специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и видеосъемки.